Приветствую всех на моем канале, сегодня я предлагаю поговорить о повышении фпс в этом симуляторе xplan11. Как вы знаете этот симулятор достаточно требовательный к компьютеру, поэтому сторонние разработчики придумали скрипты на увеличение фпс. И сейчас я продемонстрирую несколько скриптов которые правда поднимут ваш фпс в игре и при этом вы сможете комфортно летать хорошей графикой. Ну а перед повышением фпс давайте я вам кое-что посоветую. Как вы знаете сейчас в российском ютубе мало каналов по авиасимуляторам, поэтому я хочу порекомендовать вам новый канал ник авиа. На нем будут публиковаться различные видео, например гайды где будут рассказываться основные моменты виртуальной авиации или обучающие видео в которых будут обсуждаться вопросы отдельной ветки самолетов, аэродромов и схем. Также автор канала будет проводить стримы полетов и контроли в роли диспетчера в сети evao и vatsim. Все это будет в авиасимуляторах как fsx, microsoft light симулятор, xplan11 и препар 3d. Но самое интересное то, что почти каждое видео стрим будут с розыгрышем ключей от лицензионных самолетов, проработок автора и денежных призов. Давайте все вместе дружно поддержим канал подпиской. Прежде чем перейти к повышению фпс, я предлагаю зайти в настройки графики в меню симулятора. Здесь нажимаем настройки и переходим в третью вкладку графика. Мои настройки характеристики ноутбука вы можете посмотреть в описании, то что сейчас видите дает мне около 25 фпс в дефолтном симуляторе. На самом деле это как мы собираемся повышать фпс, но при этом не особо портя графику, то можете попробовать поставить визуальные эффекты на высоко. Что дают эти визуальные эффекты? Это к примеру освещение снаружи или в кабине самолета. Если у вас фпс все-таки довольно низкий, то советую хотя бы поставить на среднее. Ниже, то у вас будет уже очень мало визуальных эффектов и сам explain будет выглядеть довольно плохо. Что же дальше, качество текстур. Я себе установил ползунок на высоко. Снизу пишется сколько мегабайт текстур загружены в данный момент. Оптимальное значение для меня лично это высоко, потому что текстуры качественные и не размытые. Но для повышения фпс советую ставить ползунок на среднее. Как видите, будет грузиться довольно мало мегабайт памяти. Дальше, сглаживание. Сглаживание убирает лесенки на экране, вы могли их наблюдать. В симуляторе то, что картинка сама немного пиксельная, потому что имеет такие лесенки. Сглаживание как раз это убирает. Если вы будете ставить очень высокое значение, у вас будет очень мало фпс. Что ж, для повышения фпс я советую сглаживание полностью выключать. Либо же, если различий фпс между fxaa и выключенным слаживанием нету, то оставляйте fxaa. Картинка будет чуть-чуть приятнее. Онизотропная фильтрация это параметр, который увеличивает качество текстур, которые находятся под наклоном. В симуляторе это настройка оптимизирована. Фактимальное значение будет 8x. Экспериментируйте, но прям на 1x я ставить не советую. Будут очень мыльные текстуры, которые находятся под наклоном. Количество глобальных объектов. Это объекты различные в аэропорту, здания в городе. Поставить на минимальное у вас будет. У вас не будет зданий в аэропорту, у вас не будет вообще никаких зданий. Среднее значение, но оптимальное, потому что прорисовываются какие-то здания на определенном расстоянии в городе и присутствуют все объекты в аэропорту. Дальше отражение. Ставьте этот ползунок на минимальное. Отражения в симуляторе не так важны, тем более назначение минимальное. Они и так есть. И выглядят тоже неплохо. Отражать летательный аппарат на стоянках советую вам выключать. Это самолеты, которые у вас будут ображаться на стоянках. Не очень нужная вещь, тем более не стоит лишний раз нагружать систему. Отворожать тени наземных объектов для повышения FPS советую отключить. И дальше воспользуетесь драйвер Vulcan для более быстрого рейнеринга. Вулкан в X-Plane появился с версии 11.50. Сейчас актуально 11.55. Если вы выключите эту настройку, то X-Plane у вас запустится на движке игры OpenGL, который сейчас не очень хорошо оптимизирован. Движок игры Vulcan дает вам большую производительность и много FPS. Для меня он прибавляет в среднем 10 кадров. Если здесь ничего не пишет, значит вас видеокарта поддерживает и обязательно включайте этот вулкан. Также чтобы включить изображение FPS, зайдите в пятый раздел «Вывод данных». Поставьте вот тут галочку «Показывать кабине», где индекс 0 и данные вывода фреймрейт. И у вас слева сверху будет изображаться FPS. В принципе с настройками и графиками мы разобрались, теперь предлагаю перейти к повышению FPS. Для начала давайте установим специальный плагин FlyWizLua, который даст нам возможность добавлять в него скрипты для работы других дополнений, плагинов и в нашем случае скриптов на повышение FPS. Для этого мы переходим на сайт, который будет по ссылке в описании. FlyWizLua.forumExplained.org. Здесь мы регистрируемся, налогинимся и здесь нам нужно нажать «Download this file». У нас качается FlyWizLua, она быстро качается. После нам понадобится открыть корневую папку «Explained 10», ту папку, куда у вас установлен симулятор. Все плагины устанавливаются в папку «Resources» в «Plugins». И сюда нам нужно перекинуть FlyWizLua. Открываем архив и отсюда перекидываем FlyWizLua в папку «Plugins». После этого мы обязательно заходим в FlyWizLua в папку «Scripts» и удаляем отсюда вот этот файл «Please read the manual». Все, удаляем. Плагин FlyWizLua у нас установлен. Что ж, я думаю, если вылетали в полностью дефолт MaxPlanet, то замечали, как облака очень сильно снижают FPS, поэтому предлагаю установить вариант облаков CloudArt, который имеет две версии. Там есть обычная версия CloudArt с такими облаками, а есть версия «Fast». Делает текстуру облаков намного меньше. Нажимаем «Download this file», скачаем версию «Fast». Предлагаю распаковать этот архив. Из архива скачиваем, открываем папку «Resources». Открываем «Plugins», «FlyWizLua», «Scripts». Здесь лежит скрипт «Lua», который будет работать с ранее установленным плагином «FlyWizLua». Его нужно перекинуть в «Resources», «Flugins», «FlyWizLua», «Scripts». Тогда мы его кидаем. Что у нас тут осталось? Есть «Bitmaps» папка, здесь есть «SkyColors». Это текстуры, которые заменяют небо. Но мне они не очень нравятся. Я вам могу посоветовать посмотреть мое недавнее видео по улучшению графики. Там я сказал, как установить более красивую атмосферу и небо. Эти я использовать сегодня не буду. Также тут есть папка «World», где у нас есть текстуры воды, но я ее трогать не буду. И есть папка «Clouds», которая нам как раз и нужна. Она заменяет некоторые текстуры облаков. Ее нужно перекинуть в папку «Resources», «Bitmaps», «World». Просто кидаем ее сюда с заменой. А теперь у нас облака «CloudArt» установлена. Что ж, теперь предлагаю повысить FPS с помощью скриптов «Lua». И «XPFPS» версия 1.2 – это тот скрипт, которым я пользуюсь. Он как раз дает около 30-35, тогда даже больше. Самый главный плюс именно для меня, и думаю для некоторых тоже будет, это то, что они конфликтуют с другими скриптами, которые также используют «FlyWizLua». Если мы посмотрим, то у нас есть четыре версии этого скрипта, которые тут у нас написаны. Лично я использую вот этот скрипт. Можете сами поэкспериментировать. Скачаем его. Что ж, в загрузках открываем архив в папку. Здесь есть «Redmi» и четыре скрипта, как раз четыре версии. Значит, я буду использовать вот этот скрипт «FlyWizLua». Его нужно перекинуть в папку скриптов, в плагинов «LuaWizLua». Для этого мы переходим в папку на 11, «Resources», «Flugins», «LuaWizLua», «Scripts» и сюда я кидаю этот скрипт. Готово. Теперь можем зайти в «Explain» и посмотреть, сколько фпс у нас станет. Что ж, вот сейчас я загрузился. Как видите, у меня около 28, 29, 30 фпс при погоде «Overcast» и в «Шереметьево» при записи. Обычно у меня фпс без записи чуточку побольше. Снаружи также у нас всё нормально, фпс до 40 даже идёт. При более лёгкой погоде, как видите, фпс также держится в районе 30 кадров, что более чем играбельно для авиасимуляторов. Для меня этот скрипт пока что является лучшим. Проверяйте, чтобы у вас сверху справа не было «LuaWizLua» с топят красным сообщением. Это будет значить, что какой-то скрипт с чем-то конфликтует. Что ж, следующий скрипт будет «Fps Boost» плюс «AutoWod» в версии 2.3. Установив этот скрипт и имея какие-нибудь другие дополнения, зайдя в «LuaWizLua» вы получите сверху красное сообщение «LuaWizLua» с топят, что будет значить, что остальные скрипты, кроме этого, перестали работать. Но если у вас всё-таки слабый ПК, там меньше 20 фпс и вы очень сильно хотите летать стабильным фпс, не имея каких-то других скриптов, дополнений, так что смело качайте этот скрипт. Нажимаем «Download the file», тут есть две версии «Fps Boost» плюс «AutoWod», он убирает тени. Есть «Fps Boost» плюс «AutoWod» в «Shadows», то есть он повышает фпс, но оставляет тени. Я скачаю с тенями. Но если вы качаете вот этот «Fps Boost» плюс «AutoWod», знайте, что у вас пропадёт солнце. Но как это исправить? Открываете этот скрипт с помощью блокнота. Здесь нужно найти 22 строку и вот это значение вместо цифры 1 поставить на 0. Сейчас я загрузился также на Zipo 737 около аэропорта Риги. И как видите, фпс в районе 30 кадров, то есть этот «Fps Boost» дает около 10-15 фпс, но иногда он добавляет 20 фпс. Снаружи, если мы посмотрим, то будет около 34 фпс. А без записи там у меня около 35 кадров в кабине. Тоже последний хороший скрипт 3G FPS Wizard 11 версии 1.3. Это такой скрипт, который добавляет такую шкалу с фпс. И нажав на неё, вы сможете открыть меню, где можно настраивать, выбирать различные пресеты, допустим, на максимальный фпс, на максимальную детализацию, поставить ограничения в фпс, там уменьшить прорисовку, убрать облака. И с помощью этого вы можете добиться стабильных фпс. Для этого мы качаем файл, опускаемся чуть ниже на эту страницу и качаем специальную библиотеку. Тот же скрипт вот с этой страницы. Для того, чтобы он правильно работал. Эти два скачанных файла мы кидаем в папку Scripts. Раньше, наверное, на более старых версиях файл из луа и этого скрипта было всё отлично. Сейчас я заметил такую особенность. Некоторые скрипты у меня не отображают буквы. Например, тот же лендинг рейт, который работает на файл из луа и вот этот. Раньше он работал. Слушай, на этом у меня всё. В принципе, я рассказал актуальные способы повышения фпс в эксплане 11. Надеюсь, это видео для вас было полезным. Подпишитесь, поставьте лайк. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok